Всем привет! Меня зовут Ксения Гайсина, а меня Соня Пашутина. Мы находимся на выставке «Город-конструктор», включающей в себя 53D-модели издания Екатеринбурга и Свердловской области. Над проектом работали больше 20 человек, а на создание одной модели уходило более двух месяцев. Мы делали три года назад макет античного храма для слепого историка-искусствоведа, и он пользовался огромной популярностью при проведении уроков по истории, по культуре. И в дальнейшем он попросил для него сделать еще несколько храмов. Мы подумали и решили, что почему только храмы, что надо показать вообще, какая красота есть у нас в городе и в области. Изначально эти макеты создавались для людей с проблемами по зрению. С помощью тактильного восприятия незрячие люди могут узнать, как выглядит самое красивое здание города. Но в дальнейшем было решено сохранить цвета и мельчайшие детали, чтобы выставка была интересна не только незрячим людям, но и всем остальным. Вообще мы планируем, чтобы у нас тут проводились и лекции для детей, интерактивные экскурсии проводились, чтобы дети и взрослые точно так же узнали, какая вообще красота их в городе окружает, потому что многие приходят и не узнают даже здание, а что это, а где это, это неужели у нас в городе такое есть. Экспонаты на этой выставке можно не только трогать, но и разбирать. Так, например, люди на колясках могут заглянуть во внутрь тех зданий, которые в реальной жизни для них недоступны. Именно для этого все стенды регулируются по высоте. Нам удалось здесь воссоздать всю обстановку, которая сейчас есть в музее, вплоть до коврика. Вот вы смотрите, можно и все потрогать. Ко всем макетам прилагается QR-код, по которому можно прослушать рассказ экскурсовода, либо тифлокомментарий. Тифлокомментарий – это лаконичное описание того, что не смогут увидеть незрачие, например, цвет. Тифлокомментарий к макету. Нижняя шестигранная часть башни выполнена из гранитных блоков, верхняя – из бревен. Также на выставке представлены макеты тех зданий, которых уже нет в Екатеринбурге, которые будут строиться, или которые находятся на реконструкции. Команда проекта провела масштабную подготовительную работу, чтобы воссоздать все здания максимально точно. Выставка передвижная. Она уже побывала в Верхней Пышме и в Первоуральске. Сейчас она находится в Экспо в Екатеринбурге, а позже уедет за пределы области. Когда кто-то приезжает в город, успеть посмотреть весь город, а тем более область, за один день – это вообще невозможно. А у нас, представляете, как раз такая возможность, есть обзорные экскурсии, где за час можно пройти все и узнать максимально о нашем городе. Почувствуй город своими руками. Так звучит слоган проекта. Это удастся сделать всем, вне зависимости от возраста и физических возможностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова